За судьбой 14-летней Даши из Железногорска-Красноярского края продолжает следить вся страна. Старшеклассница привлекла к себе всеобщее внимание, когда заявила, что беременна от своего 10-летнего друга Вани. Необычной историей девочки заинтересовались федеральные телеканалы. Вскоре удалось выяснить, что Ваня не может быть отцом будущего ребенка, он попросту еще не созрел. 16 августа Даша родила очаровательную малышку, которую назвала Эмилией. А затем наконец-то выяснилось, кто на самом деле отец ее ребенка. Спустя некоторое время школьница отважилась рассказать правду. Она призналась, что ее принудил к близости 15-летний старшеклассник. Подросток сначала признал свою вину, а затем изменил показания. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили под домашний арест. Однако для того, чтобы вынести окончательный вердикт, требовались результаты генетической экспертизы, которую можно было провести только после рождения ребенка. Как сообщает «Комсомольская правда», со ссылкой на собственные источники, тест ДНК был сделан сразу после появления на свет маленькой Эмилии. Показания Даши подтвердились, отцом ребенка признан тот самый старшеклассник, на которого она указывала. Сама школьница очень изменилась с появлением малышки на свет. Она стала более ответственной и серьезной. Вот только в стены школы Даша уже не вернется, она решила перейти на домашнее обучение. По собственному признанию Даши, она ни разу не задумывалась о том, чтобы избавиться от ребенка. Почему я оставила ребенка? Потому что это человек, и разве он виноват в том, что он появился при таких обстоятельствах? Я боялась, что не смогла бы больше забеременеть. Я понимаю, что мне всего 14 лет, и о материнстве в этом возрасте сложно говорить, многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни. Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют. Не осуждай, когда не знаешь, объяснила школьница подписчикам своей страницы в Инстаграм. Кстати, именно социальные сети стали для молодой мамы источником солидных доходов. Она зарабатывает на рекламе 8350 тысяч рублей и вполне способна самостоятельно содержать себя и ребенка. В дальнейшем она собирается накопить денег, чтобы приобрести отдельное жилье и съехать от родителей. Также школьница планирует получить высшее образование и устроить личную жизнь. А через 10 лет можно будет задуматься и о втором ребенке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok